проектная группа наш город сделала дома с мезонином но это вообще не буду я ругаться ну что ругаться ну откуда такой бред как вот такая мысль у вас дела какой черта постановление нельзя этот проект строить то это рисовал какой рукожоп это рисовал так ясен пень конечно чертеж вверх ногами ну ладно я сразу переверну его посадка дома на участке вот участок вот он здесь в глубине получается вот этот участок и его никто еще не купил то есть вернее он выставлен на торгах был куплен перекуплен часто стоит немерено короче сейчас вот тут вот ничего нет и когда мы этот дом построим этот дом с мезонином будет виден так в глубине я надеюсь что здесь ничего не построек а там бубнит то есть вот это будет открываться дом очень хорошо и сзади здесь вот стоял какой-то дом его снесли хорошее раскрытие ну вот пока вот из-за того что вот это этот вопрос не решен проезжает здесь три с половиной метра машина проезжает вот сюда стоянка здесь на участке но я надеюсь все таки это у надежды это эта проблема будет решена даже вот так вот если удастся то сидит и вот стоянка здесь сделать все будет очень классно вот а пока давайте посмотрим рассмотрим здесь мы въезжаем то вот так вот мы идем идем вдоль этого дома ходим его ну конечно вход надо было делать здесь есть и здесь вот так делать они здесь чтобы не обходить дом вот так ну вот так сделано такая здесь узкая щель узкая щель 394 метра квадратных 2 то и виш ногами это котельная но понятно что это дело не по нормам не проходит должно быть пять метров пять шесть метров квадратных вот это вот такой вот тамбурок здесь наверное шкаф и еще гардеробная гардеробная вот но вот к чему вот это было ставить вот это делали вашу открыто и все-таки здесь больше воздуха и попадаем на лестницу на лестнице который ведет наверх 2 2 2 маршевая лестница вот им разрез лестница очень длинная и здесь я смотрю я проверила пока посчитал по количеству ступенек здесь высота ступенек 150 на 300 ну как для детского сада или как для общественных зданий здесь спокойно можно было делать лестницу 170 180 на 200 то есть вот более то что допустимо анойфер там зарос опять идем дальше это спальня детская на север на север здесь спальня 2 детская санузел спальня 12 метров здесь 2 спальня 14 метров и санузел 9 метров ну по сути дела площадь санузла то почти немножко меньше чем площадь спальни этот санузел он и гостевой и для детей но это классика опять же квартиры вокруг сортира вот она темный санузел потрясающий и спальня родителей гардеробная здесь окошко а это фальш окно опять же заложено здесь темно здесь под лестницей темно мало места под лестницей для для душевые кабины пусть вот и вот это мастер спальня и вот так вот такой вот у них санузел вот такой санузел родителей под лестничным маршем вот так вот сила ну вот так вот поясину так делать категорически ее нельзя не должно быть темных посадок санузлов не должно быть о таких вот условий для родителей кухня хорошо как в этих самых в домах которые мы обычно рисуем которые вот такие вытянутые длинные здесь окна смотрят в забор в соседей здесь вот эти три с половиной метра где машина проезжает и одно окно смотрит на участок это окно тоже на север и одна из спальня а вот это вот весь вид на участок заткнул санузел лестница то есть два санузла гардероб и санузел вот дальше что да просит там что сначала похвалить надо потом уже ругать ну давайте похвалю очень хорошие фасады но из-за того из-за того что странная планировка они смотрятся мягко говоря все очень мило ведь до с мезонином когда вы рисуете дом модульный принцип проектировать понятно и также их должен быть все таки вот окно архетип 1 2 3 тын ты вот так это окно вот ну хотя бы вот так знаете вот 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 так раз два три эти громадные окна здесь это в спальне у одного ребенка второй ребенок у него вот такое вот окно у 2 то есть вот 1 ребенка громадное окно второго окно вот такой как как от уличная вот здесь вот хорошее окно на кухне но опять же чтобы я сделал вот по крайней мере вот так вот это вот открывается плеты да ради бога ну когда вот рядом с таким окном вот такое вот окно викторианском серии судать вот вот это вот ну ну так не бывает так нельзя делать То есть должен быть какой-то, вот у нас есть один архетип, а дальше вот он на базе этого окна рисуются остальные окна. Или два окна рядом. То есть вот опять же модульный принцип, и когда вы рисуете окно, тогда все получается. А когда вот разножопится в плане, и вот такие фасады получаются. А так вот можно вот эту всю идею замечательную просто провалить. Вот дом с мезонином, да. Это прекрасная совершенно история, которую тоже надо уметь делать. Знать надо историю русской архитектуры. Пока фасады отложим. Немножко отодвинуться, раз уж это у нас главный фасад, вот он, вот это главный фасад. Вход отсюда, по оси, надо все-таки входить по оси, вот так вот. И вот этот вот мешной с этой лесенкой, это очень смотрится. Немножко отодвинуть, хотя бы вот так. Хотя бы немножко, Мишка, заткнись. Немножко отодвинуть, чтобы здесь вот сделать идеология вот этого как раз вот дома с мезонином. Здесь вот должен быть какой-то резолит выступающий. То есть не увеличивая габариты основного тела дома, надо все-таки входить по центру, вот так. И здесь в этом объеме работать. Вот уже видите, у нас получилась гостиная, которую мы открываем на наш садик. Небольшой, но вот он есть. Здесь вот у нас слева-справа спальня одна, спальня вторая. Здесь вот мы делаем кухню, вот здесь у нас входная группа. Лестницу выносим вот сюда, на север, вот так. Вот котельная здесь, топочная. А вот это вот спальня родителей со своим санузлом, мастер спальни. То есть схема вот такая, но немножко все-таки надо отодвинуть на метра три, вот сюда. Ну даже вот так сделать вот участок у нас, вот так, взять вот половину, вот так вот. Сдвинуть всего туда вперед, наполовину, вот так, по вот этой линии. И здесь, чтобы здесь все-таки был воздух перед входом в дом. Не вот так как-то там сбоку заходить, вот так вот, или вот так вот. А нормально по центру. И дай бог там удастся отжать вот этот вот участок у города, у этих самых. Вот тогда будет совершенно дом украшения этого города. Дом с мезонином, голубая мечта. Здесь беседка в конце, вот здесь и сад получится, вишневый сад. Сплошной Чехов Антон Павлович. Небольшой садик, ну извините, там в Амстердаме, в Вене, в Берлине, Голландии. В Амстердаме, Брюсселе дворы еще меньше, полторы-две сотки. Тут даже, в принципе, даже машина вот так вот может въехать, вот так. А так вот, конечно, еще бы даже сдвинуло, чтобы здесь вот машины встали вот тут. Участок 18 на 55 метров. Сколько метров в квадрате одноэтажного дома можно построить на этом участке, чтобы он не был длинным? Опять же, это зависит от состава вашей семьи. Здесь, понятное дело, его вот так вот не сделаешь в длину 18 метров, это 18 метров минус 6, это получается дом 12 метров по ширине. Вот так вот, сделав его, допустим, 10 метров на 14, на 15, вполне себе это нормально у вас будет. Вход, правда, будет не с торца, а сбоку. И тогда не будет длинных коридоров, но они будут по-любому в одноэтажном доме. И там можно сделать вполне себе приличный дом, соответствующий. Ну, собственно, это как вот все эти деревенские дома, избы, пятистенки. Так, рисуем план. Итак, значит, мы делаем все, как нас учили в школе. Так, сделаем красиво. Здесь у нас так, 5 и 5,130. С этим мы будем работать. То есть, вот здесь вот так. Здесь мы можем оставить 3,600 или сделать 4 метра. Вот так. Но пока я оставлю здесь 3,600. Здесь сделаем лестницу. ОС, центр, здесь у нас будет лестница. Здесь, наверное, вот так мы сделаем. Вот так, чтобы был хороший холк для дома с мезонином. Здесь у нас лестница. Санузел родителей. Я думаю, взять спокойно здесь 2 метра. И ванна уместится, и душевая кабина. Скорее всего, ванна им не нужна. Душ в строительном исполнении. Входим на Майдадыр. Здесь шкаф для одежды. А здесь кровать. Где-то порядка 15 метров. Так, здесь у нас, хотя даже вот так можно душевую кабину поставить. Как, ну, будет очень красиво. На подоконник можно шампунь ставить. А здесь унитаз, биде, Майдадыр, писсуар. Умещается. А вот кухня с видом в сад. Здесь портал. Так, и тут у нас будет дверь, лесенка. Делать хотя бы 3-4 ступеньки, не больше. Несущие стены у нас тут. Так, а тут у нас будет спальня одна. А у меня вторая. Санузел для мальчиков или девочки. Я не знаю, кто там. Здесь санузел для одного ребенка и для второго. Ну, и здесь вот окна, опять же, делаем. Окна нормальные, человеческие. Здесь вот будут совершенно одинаковые спальни. Метров по 12. Здесь вот спальня 15 метров побольше. И со своим санузлом. Вот, конечно, можно пойти дальше. И пошло вот так, и вот так. Можно вот тут вот им, родителям отдать место под лестницей. Еще вот так убрать этот шкаф отсюда. А здесь вот местохранение под лестницей. Вот так вот лестница, площадка. Итак, где шкаф у них? Блин, вот под лестницей. Слушайте внимательно. Вот тут вот под этим маршем дофига места. Здесь вот сейчас я лестницу сделал. 900, там и была у них 900. Хотя там, конечно, лучше бы побольше. 1200. Это вот так. Здесь вот шкаф отсюда, шкаф здесь. Здесь разделись. Это вот у нас уже входим в красивый холл. Такой холл у нас. Красивый этот портал. И вот такой у нас будет карный совершенно зал. С раскрытием в сад. Здесь вот и выход на участок. Здесь площадка. В две стороны можно выйти. Вот так. Телевизор, мягкая зона, диваны, большой обеденный стол для приемов, семейных завтраков, обедов. Это котельная. Окно, окно. Здесь окно. Так. И здесь у нас спокойно, в этой котельной, которая у нас 2 метра на 2 на 5, 10 метров, где спокойно уместится еще и стиральная машина, гладильная доска. А вот тут вот такой вот классный вход в дом. Тамбур. Портреты детей, хозяина с женой, светильники. Вся люстра большая. Или здесь над столом и здесь. То есть уже, в принципе, готовый интерьер. То есть это решается площадка и лесенка вниз в сад. Здесь у нас эти забор, забор. И вот такой вот портер перед домом обязательно надо сделать. Отодвинуть его от участка, который не принадлежит. Вот машина подъехала, высадили. И машина встала здесь. И это вот тут вот. Какой дом построить? Одноэтажный или двухэтажный? Зависит от участка. Потому что если участок маленький, 4-5 соток, 6 соток, а детей трое, еще бабушка, конечно, 2 этажа. Иначе дом придется строить во весь участок. И гулять только вокруг дома можно будет по отмостке. А так в 2 этажа на 6 сотках вполне себе можно сделать классный двухэтажный дом. Рядный этажный с мансардой. И у вас будет еще половина, больше половины участка под сад и огород. Так, второй этаж. Вот эта стенка так. Здесь лестница. Так, здесь балкон. Мы под ней поднимаемся наверх. И у нас вот получается здесь еще вот так. Колонны, колонны, которые там снизу. То есть вот такое получается пространство. А здесь можно просто даже сделать этот самый... Или вот до конца вот все. Или вот тут можно сделать красивый балкон. Над вот этим вот местом. Здесь над этим местом можно сделать балкон. Выход. Колонны красивые здесь вот так. Выход на балкон. Здесь вот все умещается. Здесь была барная стойка. Это мужская территория. Я так понимаю, вино-домино. Телевизор. Больше квадратная совершенно классная по пропорциям. Это гостиная с диванной группой. А здесь вино-домино. Но вот тут вот барная стойка. Здесь напитки всякие разные хорошие. И опять же... А, извините. Здесь был санузел. Санузел здесь был. То есть я бы здесь все-таки сделал по-другому. Вот у нас здесь крышу сделал не вот так вот, а вот так. В две стороны. Я бы санузел сделал здесь. Убрать его из этой парадной зоны. Здесь тем более у нас никаких этих самых... Вот просто вот красиво лестница поднялась. Здесь балкон. И здесь вот. А тут какое-то место хранения. Кстати, здесь вот будут храниться эти винные запасы. И двускатная кровля вот так, фальцевая. Фасадами сейчас посмотрим. Вот это вот парковый фасад, видите, который сейчас есть. Это глухая стенка. Это закрыто. А это фальш-окно. Это санузел. И поэтому надо санузел. Вот что там, не дай бог, кто-то не заглянул. Как туда заглянуть, непонятно. Главный фасад мы решаем следующим образом. То есть мы сделали это выступающая часть. Вот так она выступает. Это вот у нас спание родителей. Вот так. Соответственно, окно мы делаем на север. Вот такое громадное столито-пало. Здесь один из детей. Так, будет балкон. Это здесь у нас лестница. Лестница. А вот здесь мы делаем вот так. Реально дом с мезонином. Вот так. Здесь большое окно на просвет. Дверь, которая открывается. Здесь будет ограждение. Вот такое вот здесь окно. Толпочное. Но я бы сделал бы цоколь пониже все-таки. Здесь вот такая вот дверь со стеклом. Вот и глубокая тень. Здесь то же самое. А вот это вот мы сделаем вот так. Вот здесь будет вот так. И вот так. Двускатная кровля. Фальшевая кровля здесь. И отсюда будут окна. Вот такой дом с мезонином. Ну, садово-парковый будет немножко другой. Вот это в следующей серии мы нарисуем его. Понятно, что он будет красивый. Там будут вот эти колонны. Вот такие колонны. Пол, ордер. Это уже здесь будут эти окна. Стекла, окна. Здесь будет уже вот такая история. Это уже будет реально. А это уже будет вот выход на крытую террасу. Какая глубокая тень. Тут у нас выход в парк-кухня. И такая вот классическая деревянная усадьба. Дом с мезонином. Зеленого цвета. Это вот это зеленое. А вот это вот белые колонны. Белые переплеты. Будет нереально красиво. Так, давайте еще боковой фасад. Ну, вот это вот боковые фасады. Это будет вот так. Здесь у нас, соответственно, будет выступать два резолита. И там, и там. Крышу, может быть, чуть повыше мы сделаем. В этом месте вот будет у нас санузел. Круглое окно. Или там вот такое мы окно сделаем. Двускатная крыша. А тут уже все. Здесь все понятно. Тут у нас будет лестников. Шар, колонны. Ну, вот так все. В принципе, тоже фальшевые кровли двускатные. Вот здесь вот такая простая. Все. Нельзя этот проект строить. Понимаете? Это мрак. Понимаете? Вот то, что вы прислали, это безобразие в чистом виде. Это когда, это сортир в центре дома, это полный бред. Понимаете? Какое, к черту, постановление? И какие там окошки? Окна там все разные. Кто это рисовал? Какой рукожоп это рисовал? Нельзя строить. Какой штраф в 5 миллионов? С них надо создать штраф. Потому что они это сделали. Это безобразие. Я прекрасно понимаю. Мы ей направляли, тоже вот так же, как вы прислали, с выносом, с балконом. Все. Она нам завернула и сказала, что... То есть она, являясь главным архитектором, то есть ее какая-то команда бездарная, сделает этот проект и заставляет это строить? Да, у них вот есть типы, я вам сейчас отправлю. Они расписали какие типы, где куда отклонения и все. Дальше мы идти никуда не можем. Мы можем менять только внутрянку. А все, что снаружи, у нее все прописано, все в размере. Это кривой... Нет, я в габаритах дома остался. А внутри это совершенно бездарнейшая планировка. И безграмотные фасады. Приказцы, там написано, мы там можем только увеличить по 20% окна, увеличить чуть-чуть, вот мы увеличим. Там их уменьшать надо на главном фасаде эти, на... Это мрак. Как можно в одной спальне... Нет, я не могу. В одной спальне можно одному ребенку сделать громадное окно, а рядом в спальне ребенка сделать узкое окно, в 4 раза меньше. Ну, я, если честно, вот там, где маленькое окно, это будет чисто и кривая, потому что у нас ребенок еще маленький, он с нами. Неважно, он вырастет, и у него будет маленькое окно, а у брата будет большое окно. Ну, я надеюсь, так, у нас разница большая между детьми, а съедут комнаты поменяем. Ну, нельзя, вот, нельзя этот дом строить то, что вам дали, это нельзя, это катастрофа. Ну, там все надо менять, и внутри, и снаружи. Очень плохо нарисованы фасады. Можете сделать это ваш участок. Вы имеете полное право на своем участке в габаритах этого участка делать увеличение. То есть, должен быть входная группа, и должен быть летняя посадка, должен быть выход. То есть, вот как она вам посадила дом, так нельзя сажать дом. Это ужасная непрофессиональная работа. Не, ну, вы хотите строить говнодомы, изначально неудобный дом, с неправильной посадкой. То, что она нарисовала, строить нельзя, это жутко непрофессиональная работа. Нет, нет, а мы тоже так же хотели с этим балкончиком, так же вот вывезли. Вот и делайте с балкончиком. Сделайте, как я нарисовал вам. Ладно, вот такая вот пиздец, крышечная фантастика. Самые бездарные становятся этими главными архитекторами. Хотя это даже и не архитектор, это может быть кто угодно этим архитекторам.